В этой неделе в Воронеже стартует уже восьмой по счету Международный Платоновский фестиваль искусств. Уникальная выставка, приуроченная к этому событию, открылась в Никитинской библиотеке. Она посвящена столетию начала творческой деятельности Андрея Платонова. На выставке представлен в основном воронежский период жизни писателя, которого Иосиф Сталин за непрекрашенное отражение действительности называл сволочью. В творчество писателя окунулись наши корреспонденты. Рассказы, киносценарии, пьесы, сказки, творчество Андрея Платонова многогранно. Имя ученого, философа и изобретателя уже давно заняло почетную нишу в современном образовательном процессе, как и в культурной жизни города. Именем Платонова названа Центральная городская библиотека, гимназия, улица и ставший уже традиционным международный фестиваль. 19 лет назад, в год столетия писателя на проспекте революции, был установлен памятник. Бронзовая фигура широко шагающего Платонова расположена в сквере перед зданием ВГУ. О том, как дорог Платонов воронежцам, сегодня может рассказать и уникальная выставка в Никитинской библиотеке. Тема первая – «Ямская слобода. О первых творческих шагах». Здесь представлены рассказы о детстве и первое стихотворение, опубликованное в журнале «Тени». В экспозиции представлены прижизненные издания Платонова с его автографами. Это настолько уникальные и настолько редко сохранившиеся в России. Вот нам их подарил Олег Григорьевич Лосонский, который является литературоведом, известным библиофилом и членом попечительского совета библиотеки. Не оставят равнодушными и уникальные книги из частной коллекции. Самые известные произведения «Котлован» и «Чевенгур» – они не были изданы при жизни писателя. Последний роман допускает множество интерпретаций. От антикоммунистической революции – это приход к власти дураков, до необольшевистской. Да, Платонова трудно читать. Сталин, прочитавший в журнале одну из повестей, назвал его талантливым писателем, но сволочью. Глава государства даже направил в журнал письмо с требованием наказать нерадивого литератора, подрывающего устои советского общества. В годы Гражданской войны Платонов работал военным корреспондентом. Писал сразу для нескольких изданий. Всё это отражено в экспозиции. Крайние витрины посвящены Платоновскому фестивалю. И в целом – отражению творчества Платонова в искусстве, живописи, кинематографе, театральных постановках. Отдельная часть выставки посвящена лауреатам Платоновского фестиваля. Всё вроде бы традиционно восьмой раз организуют. Но именно эта выставка поразит своей масштабностью и доступностью. Её можно посетить в любое время работы Никитинской библиотеки. Вход свободный.